Всем огромный привет, Костя Попал на связи. Сегодня я начинаю рубрику от Нуба до Про. Не знаю, сколько получится серий, но мы будем качать с нулевого аккаунта до топового аккаунта, который у меня как основной. И в конце, как мы проведем все серии и докачаемся до такого левела, как минимум 45 пчел, мы разыграем этот аккаунт. За первое место человек, точнее подписчик, получит 1500 робуксов, также этот аккаунт. С второго места человек получает 1000 робуксов. На третьем месте человек получит 500 робуксов. Из четвертого по десятое место человек, точнее уже люди, получат 100 робуксов. Чтобы принять участие, вам нужно быть подписанным на канал, лайкать каждую серию от Нуба до Про и комментировать каждую серию от Нуба до Про. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт в Бесфарм Симуляторе, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечу, потому что эта группа уже работает больше двух лет, а это значит группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Косик Попов на связи. В прошлой серии мы остановились на том, что мы сделали 15 пчелок уже, уже актуально быстро развиваемся, так что как бы наш каждый ролик, мы все поднимаемся и поднимаемся. Вижу, вам очень нравятся эти ролики, я очень сильно восхищаюсь вами, собой то, что мы сделали такие как бы серии, это очень круто. Ну в общем, сегодня в ролике я хочу купить новый рюкзачок, потому что у меня уже имеется палочка, самая топовая палочка в магазине за 10 пчелок. Надо купить еще пак там самый жесткий. И также, я думаю, один наплечник и сделать, ну давайте сделаем сегодня в ролике еще плюс 2-3 пчелы. Будет тоже очень круто, потому что пчелок тоже нужно делать и все в этом смысле. В общем, я сейчас хочу ввести новый код, потому что мне же надо как-то бустануться, фармить. То есть я ввожу этот код, получаю дофига всего и у меня есть баф на, смотрите, на подсолнух 400+, либо мне идти на кактус. Ну давайте пойдемте на кактус, сейчас бегаем, так я смогу допрыгнуть же. Так а ну-ка, блин, не смог. В общем, бежим пока у меня скорость есть, я наверное не успею добежать, тем более постоянно сталкиваюсь обо что так 1 секунда и все, закончился баф у нас этого. И 3, ого, тут дается всего-то, и также еще супер смузи, боже, очень круто, всякие бафы интересные даются. В общем, тут будем фармить, посмотрите, поскольку я фармю, также у меня микроконветеры есть. Сейчас, ребят, буду вот это все фармить и мы как раз таки думаем, так давайте сначала завалим, потом я уже скажу. Так, давай-давайте, пчелы, блин, пчелы вообще пока что не пробивают его прям так хорошо, но блин. Я фармануться хочу, волк, не трогай меня, волк, волк отстань. Также еще, смотрите, у меня тут конверсия работает, смотрите, вот есть тут ветреный буст, который x15, он плюс 60, плюс 70, можно сказать, процентов конверсии. То есть, когда я фармю, смотрите, у меня половина меда летит сразу в пыльцу, то есть перерабатывается пыльца в мед сразу. Мне кажется, я очень сильно много фарману, если я завалю этого волка. Так, отлично, давайте валим его. Кстати, вот эта палка реально под бустами фармит тут прям офигенно. Кто двигается по нашим видео? Нет! Меня убили. В общем, ребят, сейчас, короче, буду фармиться на этом поле, забью этого гада, который там стоит и вернемся, как я нафармлюсь. Короче, ребят, я нашел гайд, как убивать вот этого волка. Оборотня, короче, я вот тут стою, фармлюсь так понемногу, и пчелы мои убивают этого волка. Я тут стою и фармлюсь, дружище, ты меня не покоришь, ты меня не убьешь. Да-да-да-да. Что же он мне здесь... О, нифига себе, он ударил меня каким-то образом, гаденыш. Так, а ну-ка, сейчас мы его по барику убиваем. Ну, блин, реально, пчелы пока не пробивают, он седьмого уровня, а у меня пчелы, они как бы ни хрена не седьмого уровня. У меня пчелы четвертого-пятого уровня, и поэтому они так плохо его убивают. Так, давайте вот так вот будем бегать. Надеюсь, он по мне не попадет. Так, и уже, кстати, мы нафармили 500 тысяч, это круто. Очень так, так, тихо, тихо. Ага, попади по мне сначала, дружище. Так, а ну-ка, давай, давай, давай. Я все равно бегаю и фармюсь, он попасть не может. Давай, 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 давай. Конечно, конечно. У тебя даже не получится, даже не пытайся. Так, он еще и бегает, блин, так быстро. Очень стрёмно бегает он так. А ну-ка, сейчас он прыгнет на меня. Так. Хорошо то, что он не так быстро прыгает. А то если бы он меня убил, было бы печально на самом деле. Он как-то так передвигается стрёмно, реально, как скример какой-то. Так, давайте, давайте, пчелы, пчелы. Выручайте меня, пчелы. Я уже нафармил 600к. Прикиньте, что будет, если я буду фармиться уже. О, все, ребят, убил. В общем, сейчас нафармлюсь и вернусь к вам. У меня возникла идея перебежать вот на это поле и забафаться. Получается, у меня же есть маршмеллоу в Би. Да, у меня их целые две штучки. В общем, я сейчас тут заюзаюсь. И она мне дает плюс 30. Ну, то есть, дофига бафов на белые цветы. Плюс это маршмеллоу на 30 минут. Так же я сейчас еще забафаю. Сейчас мы попробуем тут пофармиться. Мне интересно. Тут я буду больше фармить. Просто вот, мне кажется, да. Потому что тут я как раз-таки меньше фармлю, чем на том поле. И больше у меня конверсии перерабатывается, получается, в мед или нет. Кстати, ну, как-то странно тут фармиться. Не так сильно, как там. Так, давайте сейчас бегаем туда или нафиг. Тут как раз-таки фармиться, мне кажется, легче. Потому что тут я сразу могу прибежать к своему улю. И все вот это перевести в конверсию. То есть, как-то так. В общем, сейчас фарманусь, ребята. Я опять же вернусь. Короче, ребята, я все же с того поля перешел на это поле. Уже фармлюсь, может, минуты-две. И на этом поле намного быстрее фармиться, на самом деле. Потому что это поле, тут цветки трехлинейные. То есть, тут по три цветка, а там всего по одному цветку. Поэтому тут гораздо быстрее все фармить. И конверсия тут перерабатывается намного больше. Вот видите, у нас желтые цифры летят. Это у нас сразу в мед все летит. То есть, 3,5... О, 3,2 меда. То есть, 3,180. Меда у нас сразу собирается в пыльцу. И посмотрите, я уже нафармил тем временем 4 миллиона меда. Плюс я сейчас еще возьму, забафаюсь тут также на этом, на кактусе. И у меня же есть глиттер, я надеюсь. Так, сейчас проверим. Одновременно фармимся. А, глиттера нету, да ну. Короче, я буду кубиками под конец бафоса, потому что, ну, другими я ничем не могу воспользоваться. Потому что, ну, глиттер, я же тогда в прошлом ролике вроде как его потратил, когда мы фармились, получается. Вроде как я его тогда потратил, потому что, ну, глиттера у меня нету. Это печально, ребята. Это реально печально, потому что глиттера нет. Но у меня есть много кубиков, поэтому мы будем их юзать. В общем, я продолжаю фармиться. Будет что вам сказать, мы вернемся. А, нет, 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 так, секунду. Мы заберем вот эту штуку, которая нам прибавляет. О, даже две, ребята, смотрите. Мы сразу две, я уже на этом поле 4 миллиона нафармил. Мы получили сразу два бэджика. Боже, меня это просто серия удивляет и удивляет. Это очень круто, потому что мы такую штуку делаем. Так, уже практически у меня 5 миллионов меда. Ну, в общем, вернемся, как только я фарманусь. Так, больше не могу ничего забрать. Пока ничего не могу забрать. В общем, продолжаем. Ребят, я предлагаю заюзаться, потому что осталось до бафа вообще 28 секунд. Быстро юзаем кубик. Так, этот кубик нам даст баф сюда. А, на тыкву дал плохо. Так, этот юзаем, другой кубик. Так, нет, вообще нам не дал баф. То, что нужно было. 18 секунд давайте еще раз. Давай же выпади. О, пацаны, поймал баф. Еще x4, отлично. Продолжаем фармиться. Вернемся, когда нафармлюсь. Пока я фармился, ребята, опять новый бэджик подобрал. Давайте его заберем. И у нас теперь... Это что у нас? А, это конверсия. Блин, жалко, потому что конверсия, и если бы что-то было другое, было бы покруче. В общем, вернемся, как нафармимся. О, у меня палка из рук пропала, но я фармиться могу. Что за бред? А, все, теперь она полностью у меня пропала. Нужно сейчас ресетнуться, вроде как. Потому что, блин, весь мед потеряю, если ресетнуть. В общем, пойдемте сейчас сдавать быстренько мед, потому что особо я фармиться сейчас не могу, потому что у меня палки в руках нет. Идемте сдавать. Я думаю, ребят, сейчас купим как раз-таки пару пчелок, потому что я нафармил 9 миллионов, так же. Сколько мне не хватает, чтобы нафармить еще на этом поле? Получается, это у нас кактуса. А, там еще дофига, нужно 25 миллионов. В общем, покупаем при вас сразу много яичек. Давайте раз, два, три. Можем четвер... Нет, четвертое я брать пока не буду, оно слишком дорого стоит. Но давайте хотя бы 18 сделаем. Быстренько сейчас сделаем 18 пчелок. Так, давайте ставим. Раз, basic. Два, basic. И третье. Давайте сюда поставим. Три. И тоже basic. И давайте на одну какую-нибудь вот сюда поставим. У нас... О, командор, четенько будет теперь у нас скрыты. И сразу этих пчелок прокачиваем до третьего левела. Так, качаем их до третьего левела. Может, какая-то на какую-то пчелу мутацию упадет? Нет, на какую-то пчелу мутацию не выпало. И сколько у нас уже 112 тикетов, между прочим, ребят? Давайте быстро это слаживаем. И убежим фармиться. Я думаю, если я ресетнусь, от этого будет больше профита, чем я буду вот это все ждать, пока моя пальца вычистится. И все в этом духе. В общем, думаю, пойдемте еще дофармим. Или можно купить сразу пак. Пойдемте купим, ребят. Потому что сейчас куплю пак. У меня будет больше пак. Это по времени слишком быстро будет. Как раз-таки у меня пчелки возродятся. Потому что пока они возродятся. Пока вот это все пройдет. Пройдет много лет. В общем, идемте сразу. Блин, на заднем фоне машина ездит. Это не очень красиво перед вами. Ну, ребят, извиняйте, сразу говорю. Так, критикал повар тут есть. Я-я-я-я-я, думаю, купить или не купить. Давайте, не знаю даже, пацаны, критикал повар. Давайте возьму, короче, этот наплечник. Один наплечник мы купили. Также покупаем мы с вами, ребята, пак. Пак парашюта этот брать я ни в коем случае не буду. Также вот этот пак берем. И давайте... Нет, другое я не буду брать. В общем, посмотрите, ребят. То, что нам нужно было выполнить, мы выполнили по факту. Так, на ботинке тут надо вот столько всего. Так что пока что не вариантик их брать. В общем, пойду дофармливать, ребят, и вернемся, как только я уже... Ооо... Про... Как можно сказать? Профармливаю эти бафы. В общем, как-то так. Критик дофармливаю. Все, пак дофармин. У меня, в принципе, бусты уже закончатся тогда, когда... Получается, я вот это все из инвентаря уберу. То есть, в пыльцу переработаю, так сказать. И я, кстати, подобрал еще на поле там какая-то раскидочка была. От подсолнуха или что-то такое там. Я по этой штучке побил и получил плюс 2 рейджей. То есть, сейчас мы на пчелок поставим, чтобы у нас пчелки тоже были разновидны. Демон Би, боже, что за серия? Мы столько всего сделали в этой серии. Это жестко. Вот видите, как коды бустят? Это просто капец. Так, Демон Би, это класс. Это просто класс. Еще... Блин, рейдж. Ооо, рейдж. Давайте заменим, короче, на... О, стуборн Би. Еще один тип чела, это круто. Ну, конечно, рейджилет теперь нету, это печально. Но ничего, в принципе, страшного. Кстати, инвентарь уже, как заметили, очищается намного быстрее. Так же, что у меня еще есть? Так, по квестам я пока ничего не делаю, потому что мне не очень нравятся квесты выполнять. Мы их чуть-чуть позже будем выполнять. Так же, тут мне нужно еще нафармить 700 тысяч меда на бамбуке. Так же, что мне еще нужно? 42 тысячи фармануть, получается, еще на сунфловере. То есть, и на вот этом подсолнухе. И, в принципе, как все. Ну, можно будет сейчас это сделать. В принципе, у меня одна минута остается. Не знаю, успею я или нет. Давайте эту побрику сделаем. Ну, так, пофиг. Пчелы не перерабатываем пока что. Давайте быстренько это зафармим. Пока можно, пока нужно. То есть, вот. А, ну, в принципе, нормально фармим. Сейчас я пока этот баф еще действует. Одну минутку зафармлю это все. И мы вернемся. Все. Практически я дошел до того момента, пока мы выполнили этот бэджик. Все, я выполнил этот бэджик. Бежим собирать мед. Все, отлично. Плюс, сколько бы бэджиков выполнили. Просто сто. Что у нас за серия, ребят? Все лучше и лучше. Просто, ребят, запомните одну вещь. Чем больше вы играете, тем больше вы развиваетесь. Запомните это в голове, между прочим. Так, давайте еще, может. А, нет. Тут нужно по две штуки тратить. Также, сколько мне нужно? Мне еще нужно 50 клубники. Это мы сейчас, в принципе, можем сделать. Но сейчас мы сходим в магазинчик и посмотрим, что почем у нас там. Чтобы посмотреть, что можно купить, что нельзя купить. И чтобы вы понимали, у нас сейчас 18 пчел. Это очень круто. Вот. 18 у нас пчел, 17 типов. То есть, у нас есть повторки. Да, у нас букабивер. Да, у нас только букабивер. Вроде как, повторочка. Если бы у нас была вот эта одаренная пчела, мы могли бы столько всего нафармить. Но пока бы такой пчелы нет. Не знаю, когда она будет. Ну, в общем, как-то так. Дальше, что у нас еще имеется? 117 тикетов. Пока что. Получается, нам нужно еще. Это 140. Нет, да. 133 тикета. Ой, да. 133 тикета. И мы купим какую-то уже ивентовую пчелу. И это будет забавно. Не знаю, в каком мы серии сделаны. Напишите как раз таки в комментариях, в какой же серии мы дойдем до ивентовой пчелы. Вот это будет интересно посмотреть. В какой же. Может кто-то угадает. Может кто-то не угадает. Но все равно я посмотрю. Даже лайкосик я поставлю. Может и реально угадал. Так, атомная печенька у нас есть откуда-то. Но и тратить я ее пока не буду. Пусть она пока что лежит. В принципе, это нужная вещь. Как я считаю, это надо делать тогда, когда у тебя уже много одаренных пчел. Ну да, когда у тебя уже пчел, наверное, 35. Можно уже и ставить атомные печеньки, чтобы улучшать свой фарм. Атомные печеньки, они дают мутацию. Что дает мутация? Мутация, она тебе дает какие-то бафики интересные на полях. То есть, будешь только лучше фармить. Ботиночки у нас такие. Маска тоже, как и было тогда. И вот такой вот крутой у нас еще имеется, получается, наплечник. Не, ну наплечник реально крутой. Потому что 25 critical power. То есть, критическая сила у нас плюс 25%. Плюс один critical шанс. Это фигня, конечно. Но все равно, хотя бы он есть. И плюс 15 тысяч к портфелю. Это круто. Также у нас часики откуда-то фуловые. Ну ладно, пусть будут так. Идем сюда и давайте посмотрим, что у нас там почем. Так, заходим сюда. Можно такое? Нет, это нафиг. Нужно, получается, мне еще там добыть 20 клубничек с чем-то. И мы купим вот такие крутые ботиночки. В принципе, они мне нужны. Мне они даже очень нужны. Так, тут у меня нужны семечки. Семечек мне вообще не хватает. Ну, у меня, в принципе, есть ростки, да? Или у меня один росток? Или у меня их... Да, у меня есть всего один росток. И это плохо. Дальше что у нас там? Наплечник такое, такое. Вот такой еще есть наплечник. Но я не понимаю, какой это левый или правый. Но вот, судя по всему, это правый. Это и это правый. Так, Brave Guard. Плюс 15 тысяч. Вот это все. Не-не-не. Так, следующий. Вот такой еще есть. Он плюс... Муви спит еще даст. Давайте возьму. Я хоть это... Я так понимаю... А, да-да-да. Это все. Это правый, ребят. Все четенько. Плюс еще один наплечник. Круто. Отлично. Дальше что еще? Вот такую шапку купить. Ага, вот эту шапку, если купить, будет очень даже круто. Будет восхитительно. И очень-очень-очень восхитительно. 24 нужно. Давайте лучше я куплю вот эту кепку. От кепки будет больше толка, чем от ботинок. Поэтому я сейчас здесь спавню этот росточек. Давайте тут его спавним. 150 тысяч, в принципе, мы по изику сделаем, добьем и подберем все вот это. Вернемся, как только я сломаю этот росточек. Какой-то чувак пришел ко мне сюда на поле, чтобы сломать мой росточек и поднять с него ресурсов. Ненавижу таких людей, которые так делают. Вот нахрена люди приходят, когда он видит то, что я нубик, заспавнил себе росточек, чтобы я, получается, подобрал себе вещей. Ну, нет, этот чувак пришел, типа, мне помочь, хотя я мог и сам сломать, чтобы залутать с меня вещи. Ну, крутой чел просто. Вот с этого у меня жестко бомбит. Я мог подобрать намного всего больше. Ну, ладно, мне не жалко, дружище, подбирай. Но заспавни, пожалуйста, тоже росточек, если бы он заспавнил, было бы намного лучше. Так, а ну-ка, нормально, пока что росточек еще сыпется. И все, ростка больше нету. И чувак убегает просто. Ну, понятно. Гнида. Реально подлутал, ну и все, что. Мне не хватает два ананасика, но, чтобы я их получил, нужно просто поформиться на этом поле чуть-чуть. И, по идее, они просто сыпаться у меня будут. Так, то есть, мы просто формим, формим. И должны у нас на полях, то есть, появляться вот эти ананасики. В общем, давайте же, пока я найду эти два ананасика, позже вернемся. Так, а нет, нет, может даже не будем уходить никуда, потому что один ананасик я уже подобрал. Так, круто. Еще нужен один ананасик. Боже, один ананасик. Всего один. Я больше не прошу дайте еще один ананасик. И я... О, вот, лепесточек бьется. Так, под лепесточек. Все. Сотка ананасиков, ребята, круто. Покупаем кепку. Боже, ребят, если за эту серию мы не поставим... Хотя бы 50 лайков, будет очень сильно обидно. Так, все, ребят. Раз. Два. Три. Купили. Просто круто. Посмотрите. Я уже реально настолько развился в этой серии, что посмотрите на меня. Я просто становлюсь круче и круче. Это безумно классно. Это просто безумно классно. У меня нет слов. Это круто. Так. Идемте еще. Я думаю, можем еще купить, в принципе, одну пчелку. Потому что меду у меня еще очень много имеется дан. И идемте покупать. И как раз гириальджели у меня есть для новенькой пчелы. Давайте купим, чтобы по красоте у нас все было. Все. Покупаем еще одну пчелку. Так, давайте. Купил еще одну пчелку. Ставим это яйцо. У нас, как обычно, Basic B. И ставим на этот Basic B. Рэйджели. И падает повторочка. В общем, вот такая вот серия. Сколько мы сделали пчел за серию? 19 пчел. За эту серию мы купили новый портфельчик. Купили два наплечника. Купили шапочку. Также, ребята, хорошо фарманулись на поле. Также дофига золотали бэджиков. Так что за эту серию, я думаю, ставим лайкос. Также 19 пчел сделали, между прочим. Так что ставим лайкос, подписываемся на канал. Ну и вы все знаете. Пишем комментарии, что почем по серии. Понравилось вам или не понравилось. Ну а всем пока-пока.